В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях на сегодня. Жизнь или кошелек. В Белгородской области задержаны уроженцы Дагестана, которые занимались вымогательством у таксистов. Около 700 нарушений всего за 4 дня. Таковы первые результаты рейдовых мероприятий газовых служб. Опасное развлечение. В селе Мургук Сергокалинского района в результате взрыва петарды в руках. 14-летний подросток лишился кисти. Подробности в рубрике Дайджест. Семь золотых, четыре серебряные и десять бронзовых медалей. С таким багажом из Красноярска вернутся дагестанские борцы. Сотрудники силовых структур пресекли деятельность преступной группы, которая занималась вымогательством у таксистов в Белгородской области. Участниками банды оказались уроженцы Дагестана. Мужчины ежедневно приходили на стоянку, где требовали деньги у водителей за возможность оказания транспортных услуг. В случае отказа они применяли угрозы, физическую силу, отбирали ключи от автомобиля и препятствовали посадке пассажиров. Обычно возлагаемая дань составляла до 25% от предполагаемой стоимости поездки. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых, двое из которых арестованы на два месяца. Около 700 нарушений всего за 4 дня. Таковы первые результаты рейдовых мероприятий газовых служб. Цифры практически поровну распределились между двумя показателями, которые демонстрируют халатное отношение жителей республики к своей безопасности. Это несанкционированное подключение голубому топливу и использование самодельного оборудования. Больше всего нарушений выявлено в Махачкале, Хазавюрте и в Кунтаркалинском районе. Свыше 1500 нарушений выявила и прокуратура республики в градостроительной сфере за 2023 год. Возбуждено 20 уголовных дел, которые в настоящее время находятся на стадии расследования. В частности, зафиксирован случай строительства пятиэтажного здания в поселке Ленинкент без необходимой разрешительной документации. А прокуратура Ленинского района в судебном порядке требует от застройщика сноса незаконно построенного верхнего этажа многоквартирного дома на улице Газопроводной. И к другим темам. В Махачкале открылась выставка «Ленинград. Город, победивший смерть». Приурочена она к 80-летию полного освобождения от фашистской блокады. Мультимедийный показ представил хронику событий на цифровых носителях и экранах в формате фото и видео. Специалисты над проектом работали с осени прошлого года. Иллюстрации были созданы на основе трудов исследователей истории Великой Отечественной войны и на воспоминаниях очевидцев. Отметим, что выставка продолжит работу до 27 февраля включительно. Достаточно качественно сделана эта выставка. Уверен, что будет интерес к людям. И уверен, что оставит незнадимый след в сознании наших людей, в понимании того, представителями какой страны, какого народа мы являемся. И какова ответственность на нас была тогда и сегодня тоже. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест». Затем продолжим. Не переключайтесь. Недолго музыка играла. Уголовное дело возбуждено против 18-летнего лихача из Каспийска. Водитель Порше заснял на видео, как на огромной скорости двигается по встречной полосе, создавая опасную ситуацию на дороге. Сейчас нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. Как отмечает пресс-служба МВД Дагестана, парень часто нарушал правила дорожного движения. Его регулярно наказывали административными протоколами. Дербенти ребенок через телефон матери заказал на Вайлдберрис игрушки и мебель на 75 тысяч рублей. Это все товары, которые лежали в корзине женщины. Однако родители об этом узнали только когда заказ прибыл на пункт выдачи. Теперь родителям придется отдать около 7 тысяч рублей за возврат. Опасное развлечение. В селе Мургук Сергокалинского района в результате взрыва петарды в руках 14-летний подросток лишился кисти. Мальчик был госпитализирован и экстренно прооперирован. Сейчас его состояние стабилизировано. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Если вы так ненавидите этот город, зачем в нем живете? Так глава Дербента Рустамбек Пермагомедов отреагировал на порчу городских скульптур вандалами. На одной оторваны яблоки, на другой вырваны спицы. На фигурах также видны следы от обуви. Отметим, что скульптуры были установлены меньше месяца назад. В рамках выделенного гранта Всероссийского конкурса «Туристический код». Искоренить наркоманию и другие пагубные привычки. На совещании Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди делегации из Южно-Сухокумска затронули актуальные проблемы среди населения северного города. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедову. Я думаю, если с сегодняшнего дня мы поставим перед собой задачу, в Сухокумске наркоманов не будут. Сухокумске людей, суицидом, кто хотел закончить свою жизнь, таких желающих в Сухокумске не будут. Сторонников, митингов не будут. Мы максимально приложим усилия, чтобы таких явлений и наркоманов, и суицид, и таких митингов, таких сторонников, чтобы у нас не было. Это не значит, что мы им запретим. Я имею в виду просвещение, чтобы они до этого дошли. Муфтий Дагестана на встрече с делегацией из Южно-Сухокумска обозначил приоритетные направления просветительской деятельности в северном городе. Благодаря духовному росту удалось улучшить общее развитие населения. Это подтвердили коренные жители. Я знаю, с малых лет, 50 лет работаю врачом в Сухокумске. И что удивительно, в свое время люди вообще очень мало занимались этим, и религиями, и всем тем, чем положено было. Но я очень рад, что все это применилось. Как мое видение, я говорю, простого жителя Южно-Сухокумска, коренного жителя, который родился и вырос в этом городе, у нас корни изменилась. В лучшую сторону. И я не вижу в этом никакого другого аспекта, кроме как этого религиозного продвижения и прогресса в плане религии. В ходе собрания говорили также о пагубных привычках подрастающего поколения и как с ними бороться. Руководитель отдела просвещения при Муфтиате Дагестана обозначил положительное влияние профилактический бесед религиозных деятелей с учащимися образовательных учреждений города. Сейчас я вижу вот такая особенно проблема для школьников и для студентов. Это вот курение электронных сигарет, вейпингов и просмотр аниме. Случился такой случай. Нам позвонил учитель среднеобразовательной школы и попросил поговорить с учеником. Он хотел покончить жизнь самоубийством. Мы пришли, позвал вместе с собой для помощи председателя и маму нашего города. Мы пришли, поговорили с ним и поняли, что этот парень не понимал смысл жизни. Поговорили с ним, донесли до него мысль и правила канона ислама о том, что если человек, мусульманин, решит покончить жизнь самоубийством, то что он будет подвергнут последствиям, наказанию от Всевышнего Аллаха. Этот парень не понимал даже этой вещи. Вроде этот парень понял нас. Мы встретились с ним, чтобы точно уже убедиться, что он всё правильно понял, и он решит правильно начать, правильно жить. Муфти Дагестан отметил, что духовным воспитанием населения должны заниматься не только религиозные деятели, а каждый член общества. Шея Ахмад Афанди посоветовал уделить также особое внимание развитию сельского хозяйства. Говоря о критике в адрес муфтиата и имамов, духовный лидер ответил следующим образом. Я бы хотел вас, и кого вы знаете, их тоже попросить, когда они увидят какой-то недостаток со стороны наших работников. Это когда я говорю наших, вы не думайте, что мы в театре всех. Наших вот и ваших разницы нет. Когда у кого-то недостаток, довести до руководства, чтобы они приняли меры и исправили. У нас же нет такой принципа, чтобы какого-то человека наказать. У нас есть принцип исправить. Поэтому вы не молчите. И когда Грету говорят обо мне, допустим, о наших работниках плохо, вы их не затыкайте. Вы слушайте и скажите, мы передадим и по мере возможности исправим ситуацию. Идеальных людей нету, безгрешных людей нету. Нам свойственно ошибаться. Но у нас один плюс. Мы принимаем критику и сразу приступаем к исправлению. Вот это очень важный момент. Мы будем всё время себя исправить и над собой работать. Митинги приводят к войне. Шех Ахмад Афанди заявил, что он против подобных протестных акций и объяснил это историческими фактами. Вы знаете, я противник митингу. Почему? Потому что нигде в книгах не сказано, что решайте вопросы митингами. Нету такого. В книгах написано, просите Всевышнего, обращайтесь ко Всевышнему, покайтесь. Аллах изменит эту ситуацию. Но ни в коем случае не митингами. И почему? Это одна сторона, почему я митинги не люблю. А вторая сторона, просто по практике. В Сирии всё вот это началось с митинга. И везде вы посмотрите, где войны. Например, Ирак. Вот другие страны, где уже почти, можно сказать, их нету. Ливия. Это всё с митинга начинается. Вот в Сирии здесь, вы знаете, был уважаемый человек, очень авторитетный. Мустафа Буга, его звали. Когда с ними, он человек, тоже в возрасте 80, с лишним лет, под 85, наверное, ему. Он всё представляет, вот этот человек в Сирии жил, он родился, он же ситуацию знает. Он говорит, можно было бы избегать эту войну. Представляете? Кто-то свой принцип показал, глава говорит, Башар Асад нас собрал, таких авторитетных алимов, человек 10-11, и сказал, не делайте митинги, вот этот вопрос вот так мирно решим. Вот эти 11 человек, говорит, одному мнению не пришли. И решили митингами вопрос решать, его убрать там с должности главы. И результат, знаете, там до войны, в 2009 году, я был там, 3-4 дня провёл там, 25 миллионов населения было в Сирии, а после войны 12 миллионов. До войны, я был, вот эти 3-4 дня провёл химси, химси был до войны 4 миллиона человек, жителей. Там 800 сподвижников, похоронений там, химси. 4 миллиона населения было, 400 тысяч сейчас. Вот, конечно, кто-то скажет, это не митинг, это война, а война перешла от митинга. От митинга к войне, от войны к руководитию. Встреча завершилась по традиции коллективной молитвой и вручением памятных подарков представителям делегации Южно-Сухокумска. Хамза Нурмагамедов, Ислам Халиков, Алиасхаб Магамедов, Мурад Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. 7 золотых, 4 серебряные и 10 бронзовых медалей. С таким багажом из Красноярска вернутся дагестанские борцы, показавшие лучший результат на международном турнире Кубка Ивана Ерыгина. Итоги заключительного дня в сюжете Курбана Рагимова. Ему слово. К заключительному дню соревнований борцы сборной Дагестана подходят в абсолютном лидерстве. Сегодня они претендуют еще на два золота. Причем одну медаль высшей пробой придется оспаривать в очном поединке. Вот так болельщики встречали каждый выход главной звезды этого турнира. В финале весовой категории до 97 килограммов Абдул-Рашид Садулаев довершил свое уверенное выступление в Красноярске, одолев земляка из Хасавюрта Шамиля Мусаева. Успешное возвращение спустя лишь 4 месяца после сложной операции внушает болельщикам оптимизм. Танку по силам выйти на прежний уровень. Ну, вы все видели как публика скучала видимо по моей борьбе и я в пользу случаем хочу поблагодарить всех, кто для меня сегодня болел, переживал. Алхамдул-Ллах, все уже позади. Оперировал, прошел реабилитацию полностью, курс прошел и прошел 3 сбора. Ну, уже на последних сборах я чувствовал себя очень на ковре очень хорошо и мне нужна была такая практика соревновательная. Награду высшей пробы сборная Дагестана ожидаемо принес и Магомед Курбанов. Спустившись на вес ниже, фаворит соревнований встречался с крепким иранцем Мухаммад Мабином Азими и выиграл его со счетом 7-2. Конечно, очень рад и по сопернику. Конечно, иранцы, они ни для кого не секрет, что они функционально, физически, эмоционально ребята, работают до последнего. Поэтому был настроен, очень даже хорошо был настроен в плане морально и до конца стоял то, что у меня обычно получается. Поработал. А еще одной победой дагестанских болельщиков порадовал легионер из Белоруссии Магомед Хабиб Кадим Агамедов. Призеры Олимпиады не было равных в самой конкурентной категории до 74 килограммов. В финале махачкалинец взял верх над чемпионом мира из Алании Давидом Баевым. Я выходил, посмотрел на публику. Столько людей собралось. Иногда бывает неприятно. Отсутствие зрителей. Интереса особо не бывает. Посмотрел полные трибуны. Просто думал, получу от борьбы удовольствие. А результат уже давно уже стреписан. То, что для меня и тренер тоже подсказал. Выйди, говорит, слово удовольствие. Семь золотых медалей. Всего 21 медаль из 40 возможных. За триумфом наших вольников с трибун следил Сажид Сажидов, прилетевший в Красноярск поддержать борцов. Ну, не забывайте, я был и спортсменом, был и главным тренером этой команды. И, видимо, какой-то опыт остался, подсказок. Ну, хотя я не сомневаюсь, ни в коем случае в профессионализме наших тренеров, специалистов, личных тренеров. Ну, а это как бы я сегодня как болельщик не могу молчать. И прилететь в такую даль и молчать, сидеть, болеть, не получается. Поэтому, да, это просто начало года, Олимпийского года. И каждая путевка, каждый шанс наших ребят попасть на Олимпиаду, попасть в сборную команду, которая будет на Олимпиаде представлять страны, конечно, это для нас важно. И я думаю, может, какое-то маленькое такую поддержку, там, толчок вперед в наше присутствие тоже даст. На церемонии закрытия Сажид Сажидов отметил людей, вносящих свой вклад в успехи дагестанской команды. Помимо президента Федерации борьбы республики Амара Муртузалиева награжден руководитель дагестанской диаспоры в Красноярске предприниматель Кудрат Гаджимахадов. Во-первых, я за команду очень рад, за такую команду, как дагестанскую команду, которая, можно сказать, в мире номер один. Поэтому и для нас тоже, для молодежи тоже это большой праздник, в год один раз приезжать, их встречать, провожать. Это наша гордость, поэтому мы обязаны встречать, провожать. И это традиция не первый год, это уже практически лет 20-25 продолжается. Сколько Ярыгинский турнир проводится, сколько мы это делаем. Победители Ярыгинского турнира станут главными претендентами на поездку на чемпионат Европы, который уже через две недели пройдет в Бухаресте. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ Красноярск. Динамовцы Махачкалы обыграли Олимпик из Ташкента со счетом 4-2 в первом контрольном матче на сборе в Анталии. Голы собили Рожаб Магомедов, Сердер Сердеров, Эгаш Касинтура и Залимхан Юсупов. Ташкентцы отыграли два мяча во втором тайме, на котором динамовцы выпустили условных резервистов. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова